Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах, выступающих за рубежом. И сосредоточимся на Фёдоре Смолове, который впервые попал в стартовый состав Сельты, с чем, конечно, мы его поздравляем. Ну и на фоне всего этого захотелось мне узнать, что же думают испанские болельщики касательно данной игры в исполнении российского нападающего. Напомню, что здесь Сельта впервые за долгое время добилась победы, Смолов не смог записать свой актив ни забитого мяча, ни голевой передачи, но в целом, на мой взгляд, смотрелся неплохо. Но это моё мнение, а что думают испанцы? Давайте сейчас это и изучим. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии иностранных фанатов на эту тему, ну а я сейчас с вашего позволения. Зачитаю вам перевод всех этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь всё по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Всё как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Бо Пейксе написал. Мне не показалось, что Смолов сыграл прям уж так хорошо. Но и плохой его игру тоже не назовёшь. Видно, что ему пока не хватает физической готовности. А так, в целом, он производит хорошее впечатление. Но причина такой формы, она вполне себе понятна. Потому что российский чемпионат идёт по другой системе. У испанцев чемпионат по-прежнему в самом разгаре. А вот у нас был перерыв. Поэтому здесь Смолов несколько выпал из игрового ритма. И в связи с этим, возможно, он и смотрится сейчас несколько хуже. По сравнению с испанцами в плане физики. Ксабиксо написал. Он очень хороший футболист, поверьте мне. Но он сейчас находится в плохой физической форме. Вера в него у меня присутствует. Но факт состоит в том, что в зимнее окно мы опять подписываем игрока, который не может давать результаты здесь и сейчас. Сразу после перехода. Луки Брокс. Реальных шансов у Смолова не было. Но я верю в этого русского парня. Мне кажется, он может многое дать нашей команде. Вайдл написал. Он в ужасной физической форме. Вот что могу сказать про Смолова. Дом Пимптон. Понаблюдав за ним сегодня на футбольном поле, у меня появились некоторые беспокойства. Лично я ничего выдающегося в его игре не заметил. И дело не в том, что ему где-то не повезло. Просто каких-то особенных качеств я у него не заметил. Понятно, что ему потребуется время на адаптацию. Но учитывая это, становится ясно, что он не тот игрок, который был нам нужен здесь и сейчас. Прямо сейчас я и не вижу футболиста, который способен спасти нашу команду. И я не считаю, что Смолов может изменить мое мнение. На мой вкус, он ничем не лучше того же самого Габриэля Фернандеса или Санти Мины. О, Тимо, из позитивных моментов игры Смолова, можно отметить то, что он старается бить поворотом, как только для этого возникает возможность. Однако ритм игры оказался для него слишком высоким. Возможно, учитывая, что он не в лучшей форме, ему лучше вступать в игру со скамейки запасных. Но посмотрим, как знать, может быть как раз тренер Сельта и прислушается к таким мнениям, и в следующей встрече Смолов окажется на скамейке, после чего вступит в игру где-нибудь там в середине второго тайма. На мой вкус, действительно, сейчас Феде не хватает физухи на 90 минут, поэтому нужно его либо менять по ходу второго тайма, либо выпускать на замену. Ну а там потихонечку должен раскачаться и тогда уже показать себя во всей красе, как мы все на это надеемся. Мистер Пропер написал, его форма оставляет желать лучшего, но мне кажется, что потенциал у него значительно выше, чем у Санти Мины или Торо. Торо это Габриэль Фернандес, кличка вот этого уругвайского нападающего, который пока что, прям скажем, не впечатляет. И здесь в конкуренции с этими нападающими Смолов может показать себя очень неплохо, потому что Мина, ну он воспитанник Сельты, насколько я помню, он возвращался в команду с большим пафосом из Валенсии, и многим казалось, что вот новая звезда будет, но пока что себя не проявляет толком. А Габриэль Фернандес, ну, на мой взгляд, это пока что тоже трансферная ошибка. Милорад. Очевидно, что Смолову не хватает физических кондиций, ничем выдающимся он сегодня не запомнился, но и плохо не выглядел. Ну, на мой взгляд, это самый правильный комментарий, он сыграл нехорошо и неплохо, так, средненько. Хорхе Кастро Перес. Смолов будет полезен в дальнейшем, а пока он еще не готов играть с самого начала матча. Другое дело то, как он уходил с поля и пожимал руки болельщикам после замены. Это лучший способ адаптироваться в новом городе как можно быстрее. Ну, кстати, да, Смолова многие отметили за его поведение. После окончания матча, как он пожимал руки болельщикам, как он общался с прессой и так далее, тому подобное, в общем, создает достаточно приятный имидж. А то ведь за рубежом все думают, что мы, русские, не улыбаемся, и вообще какие-то мы хмурые и скучные, но вот Слуцкий и Смолов это мнение немножко меняют. Альваро Мертатуа. Прекрасный жест Смолова, который направился пожать руки фанатам. Редко такое увидишь. Вот видим, что даже испанцы этим восхищены, хотя там футболисты обычно более открытые для болельщиков, чем в России. Асмекс. Смолов и на поле был хорош, а его жест, когда он поприветствовал болельщиков с Эльто, уходя с газона, был просто очень красив. О, Блэксмидь. Глядя на Смолова, отбивающего пять ребятишкам на трибунах стадиона, еще сохраняется вера в человечность футбола. Дэмьен Дуду. Смолов кажется хорошим парнем. Бенджамин Би. Смолов красиво покинул поле. Ксеру Эр. Написал. Смолов огромный молодец, что вот так поприветствовал болельщиков. Браво! Он уже становится своим парнем. Ну что ж, посмотрим, поможет это ему на футбольном поле или нет. А с вами был Константин Калуцкий. Если ролик понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте YouTube канал и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Всем удачи, всем пока.